Всем привет! С вами MailStorm. Решил немножечко разнообразить вашу ленту не только блогами, которые вы любите читать, но и влогом, который можно посмотреть, послушать где-то на фоне. И посвящен этот блог будет той информации, которая пришла к нам совсем недавно, а конкретно киев-мейджеру, конечно же, и групповой стадии. Да, именно групповой стадии, может быть, кто-то не ожидал, что посвящу свой блог именно этому, влог, блок-влог, но есть что обсудить. Давайте не будем особо рассусоливать, сразу перейдем к делу. Итак, киев-мейджер, групповая стадия, будет проходить два дня и будет проходить по швейцарской системе. Все 16 команд будут отправлены в одну группу. В этой одной группе, ну вот даже давайте наглядно, будут сыграно 4 раунда, для кого-то 3. Матчи best of 3. Ты не можешь попасться с одним и тем же оппонентом дважды. Ну и, соответственно, ты играешь с соперником с одинаковой статой. То есть, изначально все 16 команд в одной группе тянут себе соперника, вытягивают, играют первый раунд. Кто-то 1-0, кто-то 0-1. 1-0 играют между собой, 0-1 между собой. Получается вот такая ситуация. Играют дальше, 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 дальше. С точки зрения того, что ни одна команда не вылетает из 16, какими вообще принципами должна наша групповая стадия руководствоваться? Я выделил три для себя. Это справедливость. Иными словами, команда, которая сыграла хорошо в групповой стадии, должна играть с командой, которая сыграла плохо в групповой стадии. Ну, так обычно всегда делается. Это прозрачность или понятность. То есть, команда, которая занимает определенное место, она плюс-минус понимает, на кого она попадает. Ну и третий момент. Это симметрия. Как ни крути, тот же Boston Major, он соответствовал этому параметру. Я, может быть, нагляднее даже вам покажу, что я имею в виду. Вот он, Boston Major, GSL-система, четыре группы. Топ-1 каждой группы попадает в вершину, скажем так, одной из четырех частей сетки. И может сыграть с другим топ-1 только в полуфинале. А с третьим или четвертым топ-1 только в финале. Ну, то есть, сетка симметричная. Соответственно, топ-2 тоже распределены так же симметрично. И это, как бы, связано с двумя первыми принципами. Сразу перейдем к конечной части нашего замечательного киевского мейджора и его групповой стадии. Что же мы видим? Мы видим, что часть команд закончилась со статистикой 3-0. Кто-то 3-1, кто-то 0-3, кто-то 1-3. И есть команды 2-2. Невозможно симметрично распределить 5 команд по Single Elimination сетке на 16 команд. Именно 5 команд будут в первой корзине, если верить вот этому листку, я не знаю, как гайду. Соответственно, принцип симметрии, он нарушен. А так как нарушен принцип симметрии, отчасти нарушен и принцип справедливости. Ну, я думаю, что, скорее всего, команды, которые сыграли 3-0, они будут играть... Ну, и 3-1, они будут играть с вот этой корзиной, с третьей. И тем самым принцип справедливости, он более-менее будет соблюдаться. Я даже вот для себя нарисовал примерную сетку, как можно без жеребьевки все это распределить. Без частичной жеребьевки. То есть, какая-то она все равно будет. Но как распределять команды, сыгравшие 2-2, я, например, вообще не понимаю. То есть, их полностью... Полностью жеребить между собой. Иными словами, вместо того, чтобы, как в Бостоне, иметь более-менее понятную сетку, и только частично там первые команды пикают третьи и четвертые места, там где-то кто-то куда-то попадает. С точки зрения жеребьевки, хотя, насколько я помню, сетка была определена на Бостон Мейджоре с самого начала. То есть, после того, как ты знал, что ты в группе А, ты точно понимал, куда ты попадешь, в какую часть вот этой вот сетки, заняв первое место. Это та самая прозрачность, которая здесь отсутствует вообще полностью. То есть, ты сыграл 2-2, куда ты попадаешь? Да черт тебя пойми. То ли ты попадаешь куда-то под команду 3-0, которая здесь обозначена как А, то ли которая как Б, то ли с кем-то ты вообще с другим играешь. Ну, понятное дело, что ты не играешь сразу с 3-0, но, тем не менее, ты на нее выходишь там после своего первого матча. Прозрачность отсутствует полностью. И понятность тоже. Будет еще какая-то дополнительная жеребьевка. Групповая стадия проводится для того, чтобы и провести эту самую какую-то жеребьевку, посев команд. Но, как мы видим, половина команд вообще не сеется после этой групповой стадии. Они остаются непосеянными. В общем, масса вопросов. И теперь сразу перейдем к тому, почему же это все произошло. На мой взгляд, все произошло, потому что был КС, там была эта система швейцарская, все сказали круто. Я в том числе. Но только никто не подумал, что в Доту это переносить нельзя. По одной простой причине. Нет, некоторые люди подумали, и мне даже говорили, что это делать нельзя. Давайте найдем разницу между КС и Дотой. Вот он. Вот он, Елик Мейджор. Вот они, 16 команд. Та самая швейцарская система. Только здесь она закончена. Посмотрите, все команды имеют либо 3 победы, либо 3 поражения. Иными словами, команды, которые дошли до 3 побед, не испытав 3 поражений, они проходят в плей-офф. Команды, которые трижды проиграли, неважно, сколько они раз победили, они выбывают из турнира. При этом все максимально честно. То есть первый соперник тебе может попасться сильный. Но второй соперник тебе попадается уже из проигравших. Третий, если ты 2 матча проиграл, третий соперник, у тебя уже со статистикой 0-2. И он по-любому не может быть сверхсильным. Это работает, несмотря на то, что, как мы видим, здесь тоже 3 команды имеют 3-1. И тоже равномерно 8 команд с точки зрения их статы по сетке не раскидать. Но смысл этой стадии плей-офф не раскидать команды по сетке. Смысл этой стадии... Извиняюсь, смысл этой групповой стадии. Смысл этой групповой стадии в том, чтобы отобрать 8 сильнейших команд из 16. Это огромная разница. Здесь мы отбираем 8 из 16. И вот они, пожалуйста, 8. Да даже наплевать, как они распределены. Хотя распределены они достаточно хорошо. Команды, которые сыграли 3-0, они находятся далеко друг от друга. Ну а 3-2, 3-1 уже, соответственно, в перемешку. Но, тем не менее, основная задача выполнена. Все понятно, все прозрачно. Ты не думаешь в групповой стадии, куда ты попадешь. Ты думаешь о том, чтобы выйти. Когда ты вышел, ты уже смотришь на свою статуи, на кого ты примерно можешь попасть. Здесь ты не думаешь о том, чтобы выйти. Здесь ты уже знаешь, что ты выйдешь. Ты можешь вообще залить групповую стадию. Более того, если ты просто возьмешь и зальешь 3 игры, то со статистикой 0-3 ты пойдешь гулять, а твой какой-то будущий соперник будет еще играть 4-й раунд, потому что у него будет 2-1, либо 1-2. И ты будешь иметь больше времени на восстановление. Логика абсолютно отсутствует. Выгоднее заливать. Представим еще одну ситуацию гипотетическую. Представим, что вот в этой вот сетке команды А и С значительно сильнее всех остальных команд. И для того, чтобы не попасться друг с другом, по идее, они должны сделать 3-0 и находиться в разных частях сетки. Хотя, глядя вот на эту вот штуку, я уже не совсем верю в это. Потому что здесь 5 команд, а не 4. Но, тем не менее, допустим, 3-0 будут максимально далеко друг от друга. Да, представим себе ситуацию, что А и С значительно сильнее. Там это какие-нибудь ЕГЭ и ОДЖИ, и они играют со вторым дивизионом детского сада города Фрязино. Они играют первый раунд. Им попадается какой-то соперник. Они делают 1-0. Они играют второй раунд. Они делают 2-0. Но они тянут соперника в третьем раунде, и они попадают друг на друга. И у одной команды становится 3-0, как, например, у команды А. А у команды С 2-1. И она ничем не отличается от команд дивизиона детсадовского города Фрязино. Но потом, да, она сделает себе 3-1. Ну, и тоже попадет в верхнюю корзину. Но вместе с ней туда попадут еще и другие команды 3-1. Ну, надеюсь, кому-то стало понятно, что эта система, она тоже не выявляет... Она не выявляет 4 сильнейшие команды, как здесь, которые будут закреплены по 4 вершинам плей-офф. Главный принцип. Здесь, если говорить о Boston Major, получилось, что нижняя половина сетки значительно слабее верхней. Вот эта вот нижняя половина. Но только потому, что ЕГЭ зоруинили групповую стадию. От этого никуда не деться. Извините меня, это как бы спорт. И здесь какой-то фактор должен быть там. Случайности или сенсации. Ну, как хотите, называйте. В этой групповой стадии фактор сенсации, он уже присутствует вне зависимости от того, кто будет играть. Я надеюсь, что я максимально подробно объяснил, почему эта система швейцарская максимально не подходит для 16 команд, которые все выходят в Single Elimination. Если вы со мной не согласны, я жду ваши комментарии на YouTube, ВКонтакте, на всех сайтах, которые это запостят. Будет интересно почитать. Может быть, я где-то заблуждаюсь. Ну вот, всем спасибо за внимание. Всем пока. Ах, да. Конечно же, конечно, я пишу это видео только потому, что меня не позвали на Киев Мейджор. Вот теперь точно всем пока.